Я хотела бы сказать несколько слов, а потом объясню, почему такое, знаете, слова, экскурс в историю информационного сопровождения российской отечественной внешней политики. Деятельность российского внешнеполитического ведомства на информационном направлении имеет длительную историю. Еще посольский приказ начал готовить такие рукописные вестовые письма. Это такая была первая русская прообраз, наверное, первая русская газета, в числе источников которой были в том числе иностранные издания. То, что сегодня можно назвать словом «обзоры». Газета начала постоянно выходить в Москве в 1621 году, хотя ее отдельные выпуски на нерегулярной основе появились еще в июне 1600 года. И это издание продолжало выходить вплоть до начала XVIII века. Существовавший в рамках созданной Петром I коллегией иностранных дел, так называемый публичный департамент, ежегодно выписывал для руководства ведомства два экземпляра всех значимых иностранных газет, журналов того времени. По их использованию они сдавались в архив. Велась подшивка. Газосистемная же информационная работа, которая была нацелена в первую очередь на разъяснение российских подходов к тем или иным международным вопросам, восходит ко временам императора Александра I. Вскоре после своего создания в 1802 году Министерство иностранных дел столкнулось с необходимостью организации противодействия наполеоновской пропаганде в Европе. И с этой целью Министерство начало издавать собственную газету на французском языке, журналь «Дю Норд». Первый номер вот этой еженедельной газеты был опубликован, он вышел в свет. Позже она была переименована в консерваторию «Импортиаль». Опыт был признан весьма успешным, и впоследствии Министерство иностранных дел выпускало уже последующее издание, вторую газету на французском языке, журналь «Дю Санкт-Петербург». Затем последовала, естественно, история развития информационного сопровождения внешней политики. Почему я об этом хотела сказать? Потому что первый номер вот этой самой еженедельной газеты на французском языке, одной из задач которых было противодействовать наполеоновской пропаганде в Европе, вышел по старому стилю первого, а по новому стилю 13 октября 1806 года. 210 лет, полет нормальный. Итак, мы начинаем. Спасибо. Вы знаете, тоже небольшое такое отступление. Присла информация, трагические события. Умер король Таиланда. В этой связи я хотела бы сказать, что мы выражаем глубокие соболезнования народу этой страны. И, конечно, на всех уровнях последуют соответствующие соболезнования в адрес Таиланда и народа Таиланда. А теперь переходим к традиционной рубрике «График министра иностранных дел». Как мы уже объявляли, 15 октября в Лазанне состоится министерская встреча по Сирии в так называемом узком формате. В ней примет участие Сергей Лавров. Как вы знаете, она стала возможной. Она будет проведена по итогам соответствующих договоренностей, или вообще как результат договоренности Сергея Лаврова и Джона Керри. Также запланировано участие глав внешнеполитических ведомств в ряда влиятельных государств региона. Но учитывая, что договоренность была достигнута с США, участие американской стороны также предполагается. Главной темой станет обсуждение перспектив сирийского урегулирования с акцентом на необходимость возобновления режима прекращения огня на основании договоренностей, которые были достигнуты России и Соединенными Штатами 9 сентября в Женеве. Для этого должно быть обеспечено размежевание умеренной оппозиции с боевиками Джабхат Фат Ашшам, ранее известной как Джабхат Танусра, а также других аффилированных с ней группировок. Прежде всего, конечно, речь идет об Алеппо. Данный пункт является ключевым для нормализации обстановки в сфере гуманитарного доступа к нуждающимся с учетом препятствий, создаваемых террористами на пути движения конвоев, снижения интенсивности боевых действий в Алеппо и в Сирии в целом. Там террористы, в общем-то мы об этом говорили, используют мирных граждан в качестве живого щита, а также постоянно, регулярно совершают вооруженные провокации. Для гарантии успеха лозанского формата всем основным игрокам будет необходимо взять на себя определенные обязательства и, конечно, провести соответствующую работу с присутствующими на земле силами для обеспечения безукоризненного соблюдения условий перемирия всеми сторонами. В случае успеха будут созданы реальные предпосылки для возобновления политического процесса внутрисирийского урегулирования. Есть востребованность и необходимость все в большей мере исходить именно из этой предпосылки. И, конечно, внутрисирийское урегулирование, а также выстраивание его в такой практической плоскости. Необходимость именно такого подхода осознается все больше не только в мире, но и в Ближневосточном регионе. Также можно сказать, что эффективное уничтожение, ликвидация террористического очага в Сирии напрямую вязано с вопросами консолидации действий правительства Сирии и всех конструктивных сил сирийской внешней и внутренней оппозиции, которые выступают за суверенную, независимую и обновленную Сирию. Именно в таком государстве будет обеспечено комфортное, безопасное проживание всех этноконфессиональных групп населения. Из этого мы исходим. Как вы знаете, это наша принципиальная позиция. Россия открыта к тесному и эффективному сотрудничеству с международными региональными партнерами в интересах скорейшего восстановления мира в Сирии, ликвидации террористического очага в этой стране и содействия урегулированию внутреннего кризиса на основе имеющихся международных правовых документов и всей международной правовой базы. К ситуации в Сирии мы еще вернемся сегодня отдельно. Еще одно мероприятие из графика министра. 18 октября состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики в Парагвай в рамках его рабочего визита в Москву. Этот визит, это событие станет продолжением курса, направленного на развитие практического сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки. Как вы знаете, между нами, между нашими странами активно развивается политический диалог. В феврале состоялся исторический по всем меркам пастырский визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла Асуньсион. В июле впервые в истории Россию посетил председатель Сената Национального конгресса Парагвая. Асуньсион играет для нас важную роль в налаживании диалога в формате межрегионального сотрудничества, в частности, по линии ЕАЭС Меркосур. Парагвай является важным торгово-экономическим партнером нашей страны. Это один из крупнейших поставщиков мяса на российский рынок. Я также хотела сказать, что есть перспективы налаживания взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Всем хорошо известно, что наши народы объединяют тесные исторические связи. Выходцы из России внесли весомый вклад в становление парагвайской науки, образования, развития культуры, укрепления оборудованных способностей страны. Еще одно мероприятие из графика министра – это переговоры с министром иностранных дел республики Гватемала. Они запланированы на 21 октября в рамках визита главы внешнеполитического ведомства Гватемалы в Москву. С этой страной нас также связывают давние дружеские отношения. Именно в этой стране в 2007 году, как вы знаете, было принято решение сессии МОК, прошедшей с участием президента Российской Федерации о проведении зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Поэтому, наверное, это такой тоже был очень яркий момент, который, безусловно, войдет не только в историю двусторонних отношений, но, конечно, и в российскую историю. И я хочу вам напомнить, что столица страны Гватемала и Сочи сегодня являются городами-побративами, что тоже, в общем-то, очень важно и действительно по-настоящему содействует развитию гуманитарных связей между нашими народами и между двумя странами. Центром духовной и культурной жизни российских соотечественников в Гватемале стал православный монастырь святой живоначальной троицы Лавра Мамбры. Я хотела бы вам сказать, что его настоятельница Инесс Аяу за свою подвижническую деятельность награждена Российским Орденом Дружбы. Активно работает созданный в 2012 году Российско-Гватемальский Центр изучения истории и культуры народа майя имени Юрия Кнорозова. Наши страны нацелены на углубление конструктивного политического диалога на двустороннем уровне и, конечно, многостороннем формате. В том числе в рамках взаимодействия России с региональными объединениями, центрально-американской интеграционной системы, налаживания торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, расширения культурных, гуманитарных связей. Практические шаги на этих направлениях станут главной темой предстоящих переговоров Сергея Лаврова и его гватемальского коллеги. И, как вы также знаете, мы обязательно дополнительный материал ближе к переговорам опубликуем. Наше взаимодействие весьма разностороннее. Теперь переходим к событиям и к мероприятиям по линии заместителей министра иностранных дел. 20-21 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации господин Мешков примет участие в работе 5-го евразийского форума в Вероне. Евразийский форум проводится, это мероприятие в Вероне проводится ежегодно с 2012 года. Итальянская ассоциация «Познаем Евразию» является традиционной авторитетной площадкой для обмена мнениями между представителями государственных структур, экспертами и предпринимателями стран евразийского континента по наиболее актуальным вопросам мировой политической и экономической повестки дня. Соорганизатором предстоящего 5-го евразийского форума является Российский фонд «Росконгресс». Среди тем, которые вынесены на обсуждение участников форума в текущем году геополитические процессы Большой Европы, экономика и финансовые условия глобального кризиса, рынок энергетики в перспективе до 2020 года, новые модели экономического сотрудничества, инновационная инфраструктура в Большой Евразии, сельское хозяйство и агропром, новые рубежи, межрегиональное сотрудничество как двигатель развития. Ожидается, что в работе форума примут участие представители Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Италии, Казахстана, Китая, Монголии, Южной Кореи, ряда других стран. Теперь переходим к региональной проблематике. Хотела бы сказать несколько слов о развитии ситуации в Сирии. Мы с беспокойством следим за развитием военно-политической обстановки в этой стране. Особенно напряженной ситуации, как мы уже сегодня говорили, в Алеппо. Боевики незаконных вооруженных формирований, тесно связанных с террористами Джабхата Нусры, предпринимают отчаянные действия с целью деблокирования окруженных восточной частью города сирийскими военными бандформирований и экстремистов, удержания занимаемых позиций, переброски подкреплений оружия, боеприпасов из столовых районов к линии боестолкновения. При этом террористы обстреливают жилые кварталы из стрелкового оружия. Кустарных и трофейных реактивных систем залпового огня, а также минометов. В результате таких неизбирательных атак ежедневно гибнут люди. Правительственные силы активно продвигаются по нескольким направлениям, дом за домом, зачищая восточные Алеппо от бандитов. Для того, чтобы мирные жители могли покинуть город, устроены специальные гуманитарные коридоры. Но проблема и даже трагедия заключается в том, что подступы к ним террористы заминировали. Мирных жителей, как мы уже неоднократно говорили и об этом говорили сегодня, тоже прямой используют как живой щит. Ведь все прекрасно понимают и, к сожалению, понимают это боевики в первую очередь, что та самая политическая и политическая информационная, политико-информационная, пропагандистская завеса, которой сейчас так активно занимаются их западные спонсоры, нагнетая ситуацию, нагнетая просто такую истерику вокруг всего происходящего в восточных кварталах Алеппо, отвечает прежде всего их интересам, интересам террористов. Не потому что ситуация там проста, ясна и близка к своему завершению. Именно потому что ситуация слишком сложная, а подается она в западных средствах массовой информации, с западными политологами, исключительно в каком-то извращенно искаженном свете. И вот это искажение, это отражение в кривом зеркале, оно, конечно, играет на руку самим террористам. Следуя этой же логике, боевики препятствуют поставкам гуманитарной помощи для жителей, для гражданских лиц. Экстремистам важнее картина страдания людей. Собственно говоря, для них это живой фон, к которому приковано внимание международного сообщества. В некоторых алепских районах Салихин, Марджа, Фердос, Баб-Ан-Нейраб, местные жители вышли на улицу, требуя от контролирующих эти места боевиков Джабхата-Нусры, немедленно разрешить доставку туда продуктов питания. Правительство Сирии официально заявило о готовности армии гарантировать безопасный выход из блокированного восточного Алеппо всем желающим, в том числе боевикам, которым предполагается сложить оружие или уйти в другие районы страны на выбор. Мы видим, что на этом направлении Дамаск действительно подчеркивает свою открытость к любым инициативам, реализация которых послужит целью снятия накал напряженности и возвращения города к нормальной жизни. В некоторых кварталах Алеппо для мирных жителей российскими военными организованы пункты горячего питания, выдача предметов первой необходимости. В провинции Алеппо и Дыра распределяются гуманитарные грузы, хлебобулочные изделия, сахар, мука, рис, чай, мясные и рыбные консервы. Жаль, что этих кадров мы не видим по СНН, наверное, неинтересно. Отмечены случаи конфликтов между террористами. Это еще один трек развития сирийского кризиса. Предметом разногласий джихадистов становится дележ финансовой помощи из-за рубежа, а также передел сфер влияния и борьба за власть. В провинции Идлиб группировка Ахра-Ашам и Джунд Аль-Акса схлестнулись друг с другом в ожесточенном противостоянии. И по некоторым данным причиной раздора стало то, что Ахраровцы обвинили своих противников в пособничестве ИГИЛ и даже незаконном трафике его боевиков. В свою очередь группировка Джунд Алякса, обвиняя своих братьев по террору, в подрывной деятельности, якобы ставшей причиной того, что армия Сирии, сирийская армия, смогла вернуть под свой контроль ряд населенных пунктов на севере провинции Хама. Такие нравы творят в рядах умеренных. 10 октября туристические организации Джабхат Фадх Ашам, то, что раньше называли Аннусрой, а теперь после ребрендинга у них появилось новое название, и Ахрар Ашам подписали соглашение. В этой бумаге, в частности, речь идет и о группировке Джунд Алякса, которая инкорпорируется в Джабхат Фадх Ашам. Предполагается, что теперь все возникающие между Ахраровцами и Аксовцами противоречия должны решаться полюбовно в рамках специальной создаваемой комиссии по урегулированию споров. Данный документ является очередным доказательством наличия тесной связи между ИГИЛ, Джабхат Аннусрой, Джунд Алякса и Ахрар Ашам. Я хочу сказать, что этот документ доступен в интернете, можно с ним ознакомиться. Он, естественно, на арабском, но есть уже ряд средств массовой информации, его уже перевели. Утром 8 октября в провинции Хама российский транспортный вертолет Ми-8, доставлявший гуманитарную помощь, подвергся обстрелу боевиков ИГИЛ из переносного зенитного ракетного комплекса. Благодаря предпринятым контрмерам попадание ракеты в вертолет удалось избежать. Никто из находившихся на его борту российских военнослужащих не пострадал. Мы отметили в этой связи слова некоторых сирийских оппозиционеров, которые потребовали от своих региональных спонсоров поставок, подчеркиваю, зенитных комплексов вооруженным экстремистам. Мы надеемся, что у наших региональных и прочих партнеров хватит здравого смысла не откликаться на подобные призывы. И в любом случае нужно сказать, что Россия никому не позволит ставить под угрозу жизнь своих граждан, в том числе военнослужащих. Любые недружественные действия в отношении России не останутся без последствий. В свою очередь российская сторона продолжит последовательную и бескомпромиссную борьбу с террористами, с терроризмом, со всеми его проявлениями. Мы подтверждаем готовность вести диалог на равноправной и взаимоуважительной основе с зарубежными партнерами в интересах содействия урегулированию конфликта в Сирии. Другая непростая ситуация, еще одна непростая точка, еще одна непростая ситуация – гуманитарная обстановка в Афганистане. Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением обстановки в этой стране. 11 и 12 октября в результате туристических атак на шиитские мечети в городах Кабул и Балх погибли более 30 человек, около 100 получили ранения. Решительно осуждаем эти туристические акты, выражаем соболезнования родным, близким, погибшим, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. На протяжении двух недель движение талибов осуществляет массированные атаки по нескольким направлениям, в том числе на севере, в провинциях Кундуз, Баглан, Фарьяб, Бадгиз, на юге стороны в провинциях Урузган, Кандагар, Гельмент. На фоне активизации боевых действий резко ухудшилась гуманитарная ситуация. Только в городе Кундуз в ходе боестолкновений погибли несколько десятков мирных жителей. Уже об этом говорили на прошлых брифингах. До 250 человек получили ранения. Число временно перемещенных лиц составило более 32 тысяч. В результате ожесточенных боев в окрестностях города Таринкот более 5 тысяч семей остались без крова. В провинции Газни закрыты более 40 школ. В результате около 7 тысяч детей не могут посещать учебные заведения. Переходим к ситуации вокруг Южного Судана. Мы озабочены сохраняющейся тяжелой внутриполитической ситуации в этой стране. Убеждены, что политическому пути достижения мира там нет альтернативы. Призываем южно-суданские стороны незамедлительно прекратить боевые действия. Вернуться к неукоснительному выполнению положения подписанного в августе 2015 года соглашения об урегулировании конфликта. Мы внимательно следим за ходом реализации положения резолюции 2304 Совета безопасности ООН. О развертывании в составе миссии ООН в Южном Судане региональных сил защиты и обеспечения благоприятных условий деятельности голубых касок. Официальная джуба заявляет о готовности выполнять положение данной резолюции. Конкретные вопросы ее реализации сейчас активно обсуждаются представителями Южного Судана и ООН в том числе в рамках специально созданной технической рабочей группы. Что касается санкций, то 31 мая текущего года Совет безопасности ООН принял резолюцию 2290 о продлении на год действия адресных санкций в отношении Южного Судана. Россия ее поддержала, твердо выступив против включения в текст положений, по сути, предопределяющих расширение санкционного режима Совета безопасности ООН в отношении Республики Южный Судан, включая введение оружейного эмбарго. Мы не раз высказывали опасения о том, что чрезмерное давление, а тем более санкционный прессинг способны осложнить достижение этих задач. И ужесточить позиции южно-суданских сторон. Россия принципиально не приемлет ситуации, когда вместо серьезной политико-дипломатической работы кто-то пытается произвольно использовать санкции, тем более со стороны Совета безопасности ООН. Давайте не забывать о потребностях правительства Южного Судана в деле обеспечения безопасности, законности и правопорядка в стране. Кстати, генеральный секретарь в последнее время не обращался к Совету безопасности с призывом расширить южно-суданский санкционный режим. Не слышали мы от секретариата и заключения о том, что официальная джуба препятствует развертыванию региональных сил защиты. Поэтому получается, что наказывать Южный Судан пока не за что. Об этом свидетельствует и письмо правительства Республики Южный Судан от 30 сентября по спреду США при ООН Саманти Пауэр. Это письмо, к сожалению, было распространено среди членов Совета безопасности лишь 11 октября. В целом же мы выступаем за выверенные политико-дипломатические шаги в поддержку мирного процесса в Республике Южный Судан. Поддерживаем инициативу межправительной организации по развитию Восточной Африки по укреплению безопасности в Южном Судане, включая учреждения региональных сил по защите. Исходим из того, что упомянутая мной межправительная организация и секретариат ООН продолжат конструктивную работу с джубой с целью выхода на приемлемые варианты развертывания региональных сил по защите при уважении суверенитета Южного Судана и соблюдении базовых принципов миротворчества ООН. Я еще хотела бы прокомментировать то, что сейчас происходит в российско-американских отношениях. Делаю это с большим сожалению, потому что хороших новостей нет. Мы с сожалению наблюдаем за тем, как Вашингтон продолжает разрушать посторонние отношения. Практически ежедневно мы слышим угрозы дальнейшего расширения санкций, причем призывы к мировому сообществу пойти этим же путем. Мало того, не скрывается, что основной целью вот этой санкционной политики является нанесение ущерба экономике Российской Федерации. Пентагон активно наращивает свое присутствие вдоль границ России. В самих Соединенных Штатах, как Вы знаете, как Вы слышите ежедневно, уровень русофобской пропаганды, она исходит с самого верха, начинает просто уже зашкаливать. С помощью откровенной, это уже даже, мне кажется, не столько пропаганды, наверное, пропаганда это такое общее понятие, а то, что мы слышим в таком ежедневном формате, это просто ложь про русских хакеров. Их никто не видел, но их все уже знают заочно. Так вот, с помощью этих русских хакеров просто вбивается в голову обывателю, американскому, американским гражданам, восприятие России в качестве врага. Дошло до того, что американские представители в Международном валютном фонде, Всемирном банке и других многосторонних финансовых институтах получили указание препятствовать выделению средств на какие-либо программы, связанные с Россией. Они этому мешали давно, но раньше это происходило негласно. Теперь такая установка объявлена уже открыто. В Белом доме стараются использовать любые возможности для давления на Россию. И мало того, дело это с каким-то болезненным удовольствием не вынуждено, а как-то очень торжественно. Вот это удивляет. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что все эти шаги предпринимаются, исходя из внутриамериканских предвыборных раскладов. Вообще, в принципе, все более усиливается ощущение, что уходящая администрация Соединенных Штатов применяет к госсторонним отношениям тактику такой, знаете, выжженной земли. Это очень опасная политика, она чревата негативными последствиями для международной стабильности. И, конечно, все это до добра не доведет. В любом случае, иллюзий, что на Россию можно надавить, не должно быть ни у кого, ни у нынешних американских властей, ни у тех, кто придет им на замену. И очень хочется надеяться, что новые окажутся умнее предыдущих. И я хотела бы сказать, привести к конкретику, фактуру, такие вот просто данные в связи с обвинениями нашей страны в причастности к совершению хакерских атак на американские сайты. Об этом говорил и президент Российской Федерации, и министр иностранных дел. Ну, разрешите мне тоже на этом моменте остановиться. 7 октября Управление национальной разведки и Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов опубликовали совместное заявление, в котором Россия в очередной раз обвиняется в причастности к организации хакерских атак на американские политические институты и физических лиц. Каких-либо фактов, аргументов в подкреплении этих утверждений американская страна привести не смогла. Более того, в документе говорится о том, что разведка Соединенных Штатов не может с уверенностью сказать о причастности России. Это цитата. Вот буквально недавно представитель Белого дома сказал, что действительно никаких доказательств нет, но они и не нужны, потому что все равно Россия будет, так сказать, их опровергать и так далее. Но какой-то вообще уже безумный подход. Вы сначала их предъявите, а потом мы уже поговорим. Потому что, извините меня, сразу делать вывод о том, что они будут опровергнуты, отвергнуты. Вы за столько времени не удосужились предоставить ни одного вообще в принципе материала. Поэтому на этом фоне заявление представителя Белого дома о намерении администрации принять пропорциональные ответные меры в связи с хакерскими атаками на американские сайты просто вызывает недоумение. То есть, слушайтесь, доказательств причастности России, российских официальных лиц, российской стороны к неким хакерским атакам нет. Их никто не предъявляет. И эта же ситуация используется как повод, ну, видимо, для хакерских атак со стороны Вашингтона. Ну, по крайней мере, другого прочтения здесь я не вижу. А потом, что значит ответные меры? То есть ответные меры – это взломы, это киберпреступления на самом деле. Ну, так, чтобы тоже понимать. Надо отметить, что Вашингтон неоднократно предпринимал такие подобные обвинения, бездоказательные в адрес России, но никогда никакой фактуры не предоставлял. Мы считаем, что очень такая порочная практика, но, опять же, это, видимо, часть предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Используется она в интересах одной из политических партий исключительно для набора голосов избирателей. Вот вопрос, знаете, хочется сформулировать так. После всего того, что мы услышали от Соединенных Штатов по поводу киберугроз, хакерских атак, взломов и так далее. Вот неужели во имя победы кандидата и во имя лоббирования интересов одной группы на выборах администрация готова встать просто на тропу глобального киберконфликта? Потому что вот такие угрозы, которые мы слышим, иначе киберконфликтом назвать сложно. Я хотела бы обратить внимание, что в 2013 году между Россией и США было заключено соглашение о мерах доверия в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, которые нацеливают сторону в случае возникновения каких-либо подозрений в совершении хакерских атак с территории одной из стран, задействовать установленные между Россией и США каналы связи, так называемые горячие линии, в том числе и на высоком политическом уровне. Все это закладывалось, весь этот механизм разрабатывался для устранения любых сомнений и недоразумений, а главное, для совместного разрешения спорных ситуаций. Но теперь я хотела бы действительно привлечь ваше внимание. Ни по одному из трех официальных каналов к нам не поступало никаких запросов, а уж тем более обвинений в совершении хакерских атак на какие-либо сайты в Соединенных Штатах Америки. Одна из гипотез, одна из версий, почему так происходит, объясняется тем, что такого рода запросы должны быть тщательным образом обоснованы. И, собственно, вот этого обоснования и фактов у американской страны просто нет. Я хотела бы в очередной раз напомнить нашим американским коллегам, что на протяжении года Россия неоднократно предлагала Администрация Соединенных Штатов провести в межведомственном формате двусторонние консультации по вопросам борьбы с противоправными действиями в информационном пространстве. Мы подтверждаем свою готовность к подобному диалогу, потому что прекрасно понимаем, насколько чувствительна эта сфера. И мы надеемся все-таки получить внятный ответ от американской стороны. Очевидно, что в этом контексте особое значение приобретает необходимость выработки правил ответственного поведения государства в информационном пространстве. Именно Российская Федерация совместно с государственными Шанхайской организацией сотрудничества была инициатором разработки подобных правил, которые нацеливают государство на предотвращение конфликтов в информационном пространстве, закрепляющих принципы уважения государственного суверенитета, а также обязательство государству не использовать информационно-коммуникационные технологии для вмешательства во внутренние дела. Данные правила, распространенные в виде официального документа Организации объединенных наций, открыты для присоединения всех государств. Особая роль в выработке подобных правил отводится действующей под эгидой ООН группе правительственных экспертов по международной информационной безопасности. Мы рассчитываем, что группа, в которую входят эксперты от 25 стран, в том числе Россия и США, сможет подготовить проект резолюции Генассамблеи ООН по правилам поведения государств в информационном пространстве, который, как мы надеемся, поддержит все государства-члены Организации объединенных наций. Мы очень надеемся, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возобладает, и он не будет, я имею в виду администрацию, уходящая администрация, не будет действительно вести дело к такой глобальной киберконфронтации. Все механизмы для решения любых сложных, спорных, возникающих вопросов существуют. Им просто надо пользоваться. Но здесь возникает еще один момент. Пользоваться можно только тогда, когда у Вас действительно в руках есть факты и доказательства. Если это все из разряда придуманного, то, конечно, разговаривать не о чем. Еще одна тема. Мы неоднократно поднимали ее, публикуя соответствующие рекомендации на сайте Министерства иностранных дел. Даже речь у нас заходила и в ходе брифингов на эту тему. Речь идет об отказах российским гражданам по въезде в Республику Корея по следующим причинам. В последнее время все большее количество россиян пытается въехать в Республику Корея с целью трудоустройства, используя при этом безвизовый режим краткосрочных поездок между нашими странами. Еще раз напоминаем, хотя делали это неоднократно, соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований от 13 ноября 2013 года не предусматривает безвизовый въезд с целью осуществления трудовой деятельности. Несоблюдение этого положения ведет к отказу иммиграционной службы Республики Корея во въезде на территорию страны и возвращению нарушителей в пункт отправления часто с закрытием въезда в Южную Корею на длительный срок. При этом все расходы, связанные с временным пребыванием в транзитной зоне и приобретением обратного билета, оплачиваются гражданином самостоятельно. Обращаем также внимание, что в случае отказа во въезде в страну гражданин обязан вылететь в пункт отправления рейсом той же авиакомпании, к которой он прибыл в Корею. Еще раз призываем не верить обещаниям недобросовестных работодателей, агентов, которые якобы предоставляют гарантии беспрепятственного прохождения миграционного контроля в Республике Корея. Еще раз напоминаем, что вся ответственность за нарушение миграционного и иного законодательства лежит на самих гражданах. Я на этом хотела бы завершить и перейти к вопросам. Да, пожалуйста. Елена Деслова, информагентство «Анадолу». Министр экономического развития Алексей Улюкаев сказал, что они передали в МИД предложение по отмене визового режима для турецких бизнесменов. Подтверждаете ли вы получение и как будете определять, кто бизнесмен, а кто нет? Спасибо. Я хочу сказать, что я должна уточнить эту информацию. Я обязательно вам предоставлю ответ. Сейчас у меня, к сожалению, таких данных нет. Что касается определения, кто бизнесмен, кто не бизнесмен, это обычная, рутинная практика соответствующих консульских учреждений. Да, пожалуйста. Мортада Каримов, извините, пожалуйста. Хотел слышать ваши комментарии. Сейчас сложная эскалация между Ираком и Турцией, и как Россия смотрит на присутствие турецких войск в иракских территориях. Спасибо вам. Мы считаем, что сейчас любая эскалация напряженности, к сожалению, только усугубляет просто взрывоопасную ситуацию в регионе. Есть МГПС, есть двусторонние каналы взаимодействия, есть организация объединенных наций, есть все для того, чтобы, наоборот, содействовать снижению напряженности, а не ее нагнетанию. Поэтому здесь нужно, мне кажется, исходить из этого. Да, пожалуйста. Блашов Алексей, Царьград. Сейчас американцы заявили о том, что будут вестись переговоры по выводу из Масула боевиков ИГИЛ и их семей. И, возможно, они будут выведены именно в Сирию. Как-нибудь Россия реагирует на эти переговоры между иракскими и американскими частями и террористами? Я не знаю, не могу вам подтвердить или опровергнуть информацию по поводу каких-то сторонних контактов на этот счет, который не включает в себя Россию. Я могу сказать, что была такая инициатива спецпредставителя Организации Соединенных Наций по сирийскому регулированию господина Домистуры. Мы посчитали ее чрезвычайно актуальной, но, конечно, требующей проработки всех деталей. Привлекли внимание Совета безопасности к этой инициативе не только в многостороннем формате, но и в ходе телефонных разговоров с своими зарубежными коллегами. В двустороннем формате Сергей Лавров неоднократно поднимал эту тему, говорил, что это могло бы стать действительно при проработке соответствующей, это могло бы действительно привести к облегчению гуманитарной ситуации в Алеппо. Поэтому к инициативе, которая, конечно, требует проработки, относимся с большим вниманием и делаем все для того, чтобы возможно она была, я не могу сказать слово, реализована, потому что это требует такого согласия, консенсуса и, конечно, проработки, но, по крайней мере, чтобы она смогла быть рассмотрена в практической плоскости. — Коридор террористам гуманитарный, чтобы они ушли в другое место, просто так взять и отпустить? — Мы говорим о гуманитарной катастрофе, которая сейчас действительно имеет место в Алеппо. Чрезвычайно сложная ситуация. Я только что вам сказала, что не то, что Российская Федерация, а непосредственно Дамаск официальные представители сирийского правительства, собственно говоря, сирийское правительство, руководство Сирии готово к поискам вариантов, в том числе включающих в себя вывод боевиков ради облегчения ситуации обывателей, обычных лиц, гражданских лиц, детей и так далее, и так далее. Понимаете, ситуация слишком сложная. То, что мы сейчас видим на западных каналах, все банализировано, все упрощено просто до неприличия. Говорится о том, что совершаются бомбежки сирийской армии при поддержке России, в результате которых погибают женщины, старики и дети. Все, точка. Прекрасно понимаете, я надеюсь, что все прекрасно понимают, что ситуация выглядит абсолютно иначе. Есть террористические организации, есть боевики, одни называют их боевиками, вторые умеренные оппозиции, третьи считают, что они уже аффилированы с террористами, которые засели в Алеппо, в ряде районов Алеппо и прикрываются жителями, которые там находятся просто реально как живым щитом. Выйти жители не могут, в том числе, я вам сегодня рассказала, потому что вот эти гуманитарные коридоры, которые были созданы, они заминированы. Именно поэтому сейчас и Дамаск, и Организация Объединенных Наций, я могу сказать за российскую сторону, также подтвердить такой настрой, ищут возможности для того, чтобы ситуация была разблокирована. Это абсолютно неоднозначная схема. Это схема, которая нуждается в детальной проработке. Но то, что ищутся пути для облегчения ситуации, для облегчения уже, давайте назовем их просто уже многолетними страданий жителей Алеппо, в частности Алеппо, это я могу вам подтвердить. И здесь, еще раз говорю, если подходить с точки зрения вот такого упрощенного подхода, то, конечно, ответа не найти. Но на ситуацию нужно смотреть, конечно, мне кажется, все-таки с такого, на нее надо смотреть со всех сторон, воспринимая все факторы, которые есть на земле. Ну, то есть, получается, Россия, она готова вести переговоры с теми, кто в Алеппо, в том числе и с террористами. Или Россия готова вести диалог только с умеренной оппозицией? Я ответила предельно четко, при этом не уходя от ответа на этот вопрос. С этой инициативы выступил представитель Организации Объединенных Наций, которые непосредственно специализируются на сирийском кризисе. Мы видим, что Дамаск заинтересован в поиске нахождения, и не просто в поиске, но в нахождении формулировок, развязок, к разрешении ситуации на гуманитарном, гуманитарной ситуации в Алеппо. Мы считаем, что вот эти предпосылки нужно взять в проработку для того, чтобы найти, может быть, на их основе какой-либо выход. Поэтому сразу, как только прозвучало соответствующее заявление Демистуры, последовали, так сказать, публичные оценки актуальности этого заявления со стороны Российской Федерации. Да, пожалуйста. Да, добрый день. Телекомпания КБС, Южная Корея. Возможно, Вы можете прокомментировать работу над проектом резолюции по Северной Корее, которую сейчас ведет Совет Безопасности. В частности, какие вопросы вызывают наибольшие трудности в согласовании? У меня нет никакой такой обновленной информации. Если что-то будет, я с Вами поделюсь. Вот на данный момент ничего нового не могу добавить. Да, пожалуйста. Добрый день. Японцы, Левиния Саппора. Насколько мы знаем, сегодня состоялась встреча на уровне замминистров по стратегическому сотрудничеству России и Японии. Что обсуждалось на этой встрече и какие важные темы на ней были затронуты? Я просто хочу проверить, либо уже опубликовано, либо будет опубликовано соответствующие комментарии в ближайшее время на сайте Министерства иностранных дел. Пока еще не опубликовано, но будет опубликовано, просто сейчас готовится, и там будут подведены итоги этой встречи. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Александра Русова, агентство ТАСС. Мария Владимировна, не могли бы Вы прокомментировать последние события на Украине? Спасибо. Ну, их регулярно комментируют и в политической сфере, и в социально-экономической сфере. Вас какой больше аспект интересует? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал о том, что необходимо провести домашнюю работу и будет зависеть для всех четырех стран, ну, естественно, для стран-переговорщиков. И от этого будет зависеть, состоится ли саммит 19 октября. Я бы хотела спросить Вас о перспективах встречи в нормандском формате на уровне мира. Я все поняла, да. Перспектива встречи, она комментируется при службе президента, так как речь идет о саммите. Я давайте тогда прокомментирую социально-экономическую ситуацию на Украине, которая действительно вызывает большие, в общем-то, большие, не просто вопросы, а озабоченности. Вы знаете, что она стремительно ухудшается. Я даже не буду перечислять те факторы, которые являются объективными показателями этого. Есть еще один элемент, который непосредственно связан, он является, в общем-то, таким стоящим, может быть, даже не посередине стоящим, а является таким мостиком, является связующим звеном между экономикой и политикой. Вот это вот ухудшение уровня жизни, ухудшение социально-экономической ситуацией на Украине ведет к очень таким тревожным, но в то же время объективным тенденциям. Речь идет о том, что центральная власть теряет доверие украинских граждан в регионах. И сегодня мы наблюдаем массовые выступления региональных депутатов и общественности с требованиями реально передать полномочия на места и четко распределить обязанности между центральной властью и регионами. Логика, высказываемая вот в этом контексте, она проста, она понятна. Раз центральная власть не может справиться с решением проблем, соответственно, полномочия необходимо передать регионам. Я видела соответствующее сообщение средств массовой информации о том, что уже около 10, по-моему, даже 10 областных советов потребовали передать им бюджетные, экономические и административные механизмы для решения проблем местных жителей. Недавно вот этой же дорогой пошли и такие крупные региональные советы, как Одесский и Киевский. Они потребовали от президента и кабинета министров заключить с ними договор о разграничении полномочий. То есть, в общем-то, если так вот говорить, то фактически регионы предлагают перейти к договорным отношениям с центральной властью. Вот еще один пример. Запорожские областные депутаты предлагают наделить регион спецстатусом для решения экологических и экономических проблем региона. Ну, в общем, если так немножко подытоживать и делать какой-то вывод, то, наверное, его можно сформулировать следующим образом. Украинские регионы недовольны результатами работы действующей власти, но это понятно. Киев, декларируя курс на децентрализацию, фактически ее саботирует. Это тоже очевидный факт. На месте, то, что происходит на месте и вообще на места спускаются только новые задачи по сбору налогов, по финансированию социально-экономических программ. И, в общем-то, все это объясняет инициативы региональных депутатов. Они народные разбранники, они чаще общаются с людьми, они лучше понимают проблемы, настроение. И, соответственно, это отражается вот на таком политическом процессе. В принципе, это действительно становится частью общей тенденции в внутриукраинском политическом процессе. Что касается проведения встреч и так далее, то у меня нет никакой дополнительной информации на этот счет, а что касается саммита, то это администрация президента кредитирует. Да, пожалуйста. Здравствуйте, агентство Блумберг. Не могли бы рассказать немножко про твою встречу в Лазанне в субботе? Какие страны приглашены и какие результаты ожидаются? Например, новые соглашения о перемирии в Сирии. Спасибо. Я достаточно подробно сказала о том, как мы видим эту встречу. Что касается окончательного списка, я думаю, что пока рано говорить. Я могу сказать, что среди тех, кто там будет, насколько я понимаю, кроме России и Соединенных Штатов, скорее всего, речь идет о Турции, Саудовской Аравии. Это то, что я могу сказать. А остальные страны, я думаю, что, скорее всего, список будет уточняться. И ближе уже к самому проведению этой встречи он будет объявлен. И я думаю, что нужно также еще обращаться непосредственно за дополнительными вопросами вот к тем участникам, которых я перечислила. Как только у нас будет уже сформирован график возможных двусторонних встреч министра, мы также готовы будем поделиться этой информацией. Нам очень много задавали вопросы и сегодня, и вчера относительно двусторонних встреч Сергея Лаврова в Лозане. А возможно ли встреча с Керри, а возможно ли встреча с министрами иностранных дел ряда государств, в частности, Турции. Очень много задавали вопросы. Прекрасно понимаете, что этот формат многосторонний, соответственно, проведение двусторонних встреч не просто возможно, а это является неотъемлемой частью такого многоформатного обсуждения. Причем, учитывая, что встреча не столько носит протокольный характер, сколько нацелена на содержательные переговоры, то, конечно, контакты в двустороннем плане состоятся, и здесь все будет решаться, я думаю, что еще и исходя из обсуждения. Но, еще раз говорю, контакты не просто возможны, они, конечно, состоятся и в двусторонних форматах, на полях этой встречи в Лозане. Да, пожалуйста. ЦДФ немецкое телевидение. Простите, еще по поводу нормандского формата, поскольку в Берлине планируется эта встреча, это будет первый визит Владимира Владимир Владимировича Путина в Германию с 2012 года. Я прошу прощения. У нас есть такое гласное правило распределения обязанностей. Мы не комментируем повестку переговоров, график президента Российской Федерации, у него есть своя пресс-служба. Мы занимаемся графиком министра иностранных дел и всего того, что связано с Министерством иностранных дел. Мы просто есть такое правило. Я вас понимаю. Да, в каждой стране своей традиции у нас вот так заведено. Я вас понимаю, но может быть вы скажете, какой сигнал вам кажется будет исходить от участия Путина? Это ваше, может быть, личное мнение, а не официальное как бы? Если бы я могла с этой трибуны высказывать свое личное мнение, мы бы с вами, знаете, о чем бы поговорили? Столько интересных тем, столько всего интересного творится в этом мире. Но, к сожалению, у меня есть четкие прямоугольные рамки, поэтому этот вопрос к администрации президента. Да, пожалуйста. Информагентство «Вестник Кавказа». Запад все время критикует Москву за преследование злонамеренных целей в регулировании кризиса в Сирии и других конфликтах. В связи с этим было бы важно еще раз заявить, каковы социалистические интересы России в регулировании конфликтов и чего хочет достичь Россия, участвуя в конфликте Сирии. Извините меня, пожалуйста, но этот вопрос немножко мне напоминает фильм, по-моему, в книге этого нет, но в фильме точно есть «Собачье сердце». Знаете, когда я не в цирк пришла, вопрос, какое самое главное событие в моей жизни? И ответ был такой, самое главное событие в вашей жизни у вас впереди. Вот ответ на ваш вопрос предполагает такой, в общем-то, очень, наверное, часовую, а может быть двухчасовую не столько ответственность, лекцию относительно на тему России и сирийский конфликт. Чего мы хотим в Сирии? Хотя мы сегодня уже, даже сегодня об этом говорили, давайте я отвечу, не уходя от этого вопроса, постараюсь быть настолько лаконичны, насколько можно. Первое. Все, что мы хотели и все наше видение развития ситуации по сирийскому регулированию заложено в документы Совета безопасности ООН и соответствующие документы МГПС и, конечно, целый пакет документов, принятых Москвой и Вашингтоном 9 сентября. Вот если вы хотите узнать, что конкретно Москва хочет в рамках урегулирования ситуации в Сирии, просто прочитайте эти документы. Там все четко сказано. Глобально, если говорить в другом направлении, то мы хотим действительно урегулирование. Оно, на наш взгляд, возможно, если пойдет по тем двум трекам, по которым началось движение в начале 2016 года, а именно политический диалог, пусть опосредованный, но, конечно, с прицелом напрямую между правительством, между официальным Дамаском и оппозицией, широко представленной оппозицией, ни одной группой, выдающих себя за оппозицию людей, но действительно широкий фронт оппозиции, который включает и внутреннюю, и внешнюю оппозицию, и ту оппозицию, которая в глобальном конфликте выступает все-таки на стороне официального Дамаска, и ту, которая требует ухода Асада. Вот весь фронт оппозиции должен объединиться и начать эти переговоры, диалог, назовите как хотите. Второе важнейшее направление – это, конечно, безусловная борьба с терроризмом, который, к сожалению, с каждым в нем только получает все новые сигналы, воодушевляющие и такие очень обнадеживающие со стороны ряда стран, западных и региональных, о том, что их дело правое и победа совершенно не за горами. Вот, к сожалению, эта дорога совершенно в противоположную сторону, нежели то, о чем договаривались, нежели то, что записано в соответствующих документах. И, конечно, это абсолютно воодушевление этих террористических групп, либо воодушевление умеренных либо боевиков, либо экстремистов. Вот это воодушевление, которое приводит к тому, что они становятся частью террористических организаций, вот это противоречит, безусловно, глобальному подходу России. Мы полагаем, что сирийское урегулирование должно включать в себя именно эти элементы. И конечный результат – это свободное, суверенное, демократическое государство, многоконфессиональное, светское, единое, целостное, с демократическими институтами и так далее, и так далее, и так далее, о чем мы говорили неоднократно. Ответила? Спасибо. Пожалуйста. Латвийское общественное телевидение. Сегодня в Wall Street Journal появилась информация о том, что Европейский Союз, возможно, рассматривает введение новых санкций в отношении России. Процитирую за роль в ухудшении ситуации в Сирии. Есть вариант, что, может быть, 12 официальных лиц российских каких-то там будут в этих санкционных списках. Есть ли какая-то реакция с вашей стороны на это? Ну, конечно, если все это будет выражено в какой-то практической плоскости, конечно, потреба, как вы знаете, будет реакция. Мы уже не раз проходили принятие, не только принятие санкций, их продление и даже расширение и санкций, и санкционных списков за последние, сколько получается, два с лишним года. Вот международные отношения просто достигли невероятного рывка во всех аспектах санкционной политики. Не экология, не мирный атом, а именно санкционная политика достигла каких-то невероятных вершин. Но, возможно, многие считают, что именно сейчас нужно заниматься санкциями, а все остальное неважно. Что касается непосредственно вот этого нового подхода к снаряду, ну, конечно, можно ответить достаточно иронично, что главное, чтобы они не запутались, потому что то тут, то там мы слышим голоса относительно того, что необходимо отменить старые санкции, причем не потому что полюбили Россию, а просто потому что они прямую вредят экономике тех стран, которые под ними подписывались. Сейчас идет разговор о новых санкциях, при этом параллельно идут процессы в различных двусторонних, многосторонних форматах, в частности по сирийскому регулированию. Это странная, нелогичная, несамостоятельная позиция, которую проявляют страны, наносящие ущерб им же. Вот все, что могу сказать на сегодняшний момент, учитывая, что опять появились разговоры на эту тему. Да, пожалуйста. Добрый день, телеканал Russia Today. У меня вопрос по поводу авиаударов в Йемене, американских авиаударов. Они, как вы знаете, наверное, атаковали радиолокационные станции в тех районах, которые контролируются хуситами, и таким образом напрямую вступили в конфликт на стороне Саудовской Аравии. Это как-то повлияет на вашу оценку роли США в конфликте? И если, например, говорить о западных оценках наших действий в Сирии, они постоянно приравнивают ответственность России, говорят, что мы ответственны за действия сирийского правительства. Делает ли это США ответственными за действия своих союзников из Саудовской Аравии в Йемене? Я думаю, что те удары Соединенных Штатов, о которых вы сказали, должны на самом деле обсуждаться не в этой комнате, они должны обсуждаться в самих Соединенных Штатах. Я думаю, что там должна начаться как минимум дискуссия относительно того, сколько человек погибло, кто эти люди, это военные, это гражданские лица, есть ли среди них женщины, дети, старики и так далее. Если с таким остервенением анализируются действия Российской Федерации, если России приписывается все, что только можно, то вот конкретный случай, который касается непосредственно Соединенных Штатов Америки. И я думаю, что этот вопрос нужно адресовать им. Есть вопросы, на них нужно дать ответы. Мы адресуем. Это же вопросы, которые должны адресовать не российское телевидение, не столько российское телевидение, а эти вопросы они должны ставить сами перед собой. Если это люди, которые выступают за человеческие, даже не человеческие, а право человеческие, не просто ценности, а за отстаивание право человеческих норм, если жизнь каждого ребенка, как нам говорится, бесценно, а гибель каждого ребенка, подчеркну, это трагедия, то я думаю, что вот то, что сейчас было сделано Соединенными Штатами, должно в первую очередь обсуждаться и стеблишментом, и людьми, так сказать, недалекими от политики, вовлеченными в политический процесс в самих Соединенных Штатах. Понимаете? Потому что всегда очень удобно смотреть, а что там. А что там? Вот проанализируйте то, что у вас сейчас и вашу вовлеченность в региональные процессы. Это первый момент. А вообще, знаете, все время, когда я слышу вот эти вот разговоры со стороны наших американских коллег, анализ наших действий, обвинения, все время того, что происходит в регионе, Сирии и так далее, все время хочется сказать, а вы-то там что делаете? На каком основании вы там находитесь? И почему вы считаете себя вправе комментировать то, что происходит, допустим, по линии контртеррористической операции Российской Федерации, которая есть на это законное основание? Вот это большой вопрос к коалиции, к странам, которые входят в коалицию. Вы-то там что забыли? Ведь вы два года назад прибыли в ту же самую Сирию под знаменами борьбы с терроризмом. Где эта борьба? Может быть, вы отчитаетесь? Вы, во-первых, находитесь там без какого-либо законного основания, вас туда никто не приглашал, вам не выдавали мандат на присутствие в этом регионе, в частности в Сирии. Второй момент. Раз уж вы там под благим предлогом туда пришли, так вы хотя бы за два года расскажите о том, что вы сделали. Пока мы видим не просто попытки, а конкретные шаги и очень агрессивные, направленные на сохранение некой умеренной части оппозиции, которая все больше и больше напоминает просто оголтелых боевиков и террористов. Вот это очень важный вопрос. Вы что там делаете? И, наконец, может быть, все-таки отчитаетесь за те лозунги, под которыми вы там оказались? Я думаю, что это такой, знаете, вопрос, который многих интересует. Второй вопрос, пожалуйста. Вот раз уж мы перешли к Сирии и вы заговорили о трагических гибелях детей, международные гуманитарные организации, они отказались комментировать гибель детей в западном Алеппо, который, очевидно, произошла после обстрела со стороны оппозиции. Вы со своей стороны собираетесь добиваться какого-то ответа от западных лидеров и на уровне Организации Объединенных Наций именно по этому случаю? Спасибо. Понимаете, самое страшное – это политизация и игра, в которой используется образ мертвых детей. Вот я считаю, что ничего страшнее, наверное, нет. Когда не гнушаются постановочными кадрами, когда берут съемку боевиков, террористов, абсолютно циничную и используют это в качестве таких агитационных материалов в пропагандистских целях, те, кто в первую очередь всегда озабочены правочеловеческой проблематикой, нет ничего страшнее. Никакого вот этого безумия и истерики относительно того, что вот здесь показали одних детей, а надо будет представить какие-то материалы про других детей, только для того, чтобы сделать какой-то ответный шаг, конечно, не будет. Вопрос о детях, гражданских лицах, вообще гражданском населении, в частности в Сирии, мы ставим постоянно в соответствующих профильных институтах. Речь должна идти о другом. И я думаю, что мы сегодня обязательно об этом поговорим, здесь экран установлен, здесь речь идет о другом, что это не должно быть, понимаете, не должно быть обмен вот этими фотографиями. Должно наконец-то прийти осознание, что ребенок, который погиб, он не исповедовал ни одного политического течения, он вообще не понимал, что происходит, почему он находится здесь, а уж тем более, от чего он погибнет. И когда мы видим просто спекуляции на этой теме, то это, конечно, страшнее этого ничего не может быть. И задача заключается в том, на мой взгляд, чтобы сказать, что дети есть и в западном Алеппо, и в восточном Алеппо. Дети есть в Сирии, дети есть в Йемене, дети есть в Европе, дети есть везде. И вне зависимости от того, в какой части и от кого погибают эти дети, главное нужно сделать, это сделать все возможное для того, чтобы предотвратить или сделать, ну просто максимально, максимально сделать все возможное для того, чтобы подобные вещи не повторялись. И поэтому тот вопрос, который был задан, неужели вы готовы обсуждать выход боевиков, неужели для вас эта тема имеет под собой какое-то основание? Да, имеет. Потому что мы не живем от фотографии до фотографии. Я вам честно могу сказать, что мы получаем эти материалы и видим эти материалы просто в ежедневном режиме. И самое главное, чтобы наши американские коллеги, европейские коллеги, которые, к сожалению, ежегодно устраивают вот такие информационные кампании на памяти одного конкретного ребенка, понимали, что эти дети гибнут каждый день. И их не один мальчик, который утонул, или один мальчик, который убили. Их десятки тысяч, сотни детей умирают каждый день. И это было пять лет назад в Алеппо, когда там были российские журналисты, которые гнали оттуда материалы, но тогда эти дети не были никому нужны. Поэтому задача сейчас все-таки, вот эту тенденцию с использованием детских образов в пропаганде, в пропагандистских целях, все-таки, я понимаю, что практически, наверное, невозможно, но все-таки ее приостановить и сказать, что каждый день гибнут в Сирии сотни детей по все стороны баррикад. Причем, даже из того, что я сегодня сказала, понятно, что там не две стороны по, так сказать, у баррикады, и баррикада отнюдь не одна, а что начинается уже вот этот процесс какого-то внутреннего противостояния, внутренних конфликтов даже среди тех, кто был еще вчера един, там, в порыве смести Асада, захватить всю Сирию и так далее. Они уже между собой начинают воевать. Поэтому дети гибнут каждый день. И это не то, что десятки, это сотни детей ежедневно только в Сирии. Про Ливию мы не говорим, мы не говорим про Йемен, где катастрофическая гуманитарная ситуация. Я хотела бы еще в этой связи привлечь ваше внимание к тому, что тоже вот буквально пришло, ведь и об этом мы тоже говорили. Вот сегодня папа римский Франциск сделал заявление, привлек внимание к тому, что множество детей беженцев подвергаются различным злоупотреблениям, таким как проституция, детская порнография, использование детского труда, вербовка детей солдат, использование малолетних в наркоторговле и других формах организации. Мы даже приводили цифры, какое количество детей просто пропадают в Европе. Речь идет опять же о детях из этого региона, из региона Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому кощунственным выглядят ситуации, когда берется фотография одного ребенка и раз в год привлекается внимание к этой фотографии. Потом, правда, вообще оказывается, что это все постановки. Но эти люди, которые берут в руки эту одну фотографию, либо ставят ее на экран, должны понимать, что таких детей, извините, я повторю, наверное, третий раз, их сотни, их сотни, и гибнут они. Просто вот ежедневно. Извините за такой очень эмоциональный ответ. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Али Нурин из Ливанского канала «Аль-Майадин». Вопрос. Как Вы прокомментируете сообщение о том, что спецслужбы Соединенных Штатов и Саудской Аравии договорились подготовить коридор для ИГИЛ, чтобы выйти из Ирака в Сирию в связи с ситуацией, ну, в Ираке там? Из Ирака в Сирию? Да. Я не знала, у меня нет комментариев, я не видела этих сообщений. У меня нет. Я должна посмотреть, прочитать, и тогда смогу дать соответствующий комментарий. Просто мне нужно понять, о чем идет речь. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. День добрый, Владимир Владимирович. Если позволите, пару вопросов. Ежегодно 27 июня Республика Таджикистана отмечают государственный праздник, День национального применения, установленный указом президента Таджикистана Эммоли Рахмоном 1998 года после окончания пятилетней гражданской войны в Таджикистане. 27 июня 1997 года в Кремле конфликтующие стороны подписали соглашение, общее соглашение о установлении мира и национального согласия в Таджикистане главным гарантом являлся Россией. Особо хотел бы отметить и выразить искреннюю благодарность огромную историческую и творческую заслугу ряд сотрудников МИДа и государственных деятелей России по этому поводу. Одним из ключевых партнеров была Россия. Главным механизмом реализации общего согласия тогда стала комиссия по национальному применению, которая привела к власти вооруженную оппозицию. Им выделили 30 процентов мест в органах исполнительной власти, после чего оппозиционные силы резко прекратили боевые действия, начали прибкнуться к власти и наступило долгождание мира Республики Таджикистана. Вопросы. Я уверен, что в Сирии точно так и будет. Вопросы. Как вы считаете, челесообразно ли применение такого исторического политического опыта Республики Таджикистан в урегулированных конфликтах с оппозицией в Сирии? И уместно ли привлечь к этим переговорам таджикскую и как активную эту страну российскую, российскую сторону, которая имеет большой опыт в подобных ситуациях? Как вы смотрите на такой вариант? Спасибо большое. Российская страна уже привлечена к сирийскому регулированию. Что касается усилий Таджикистана, то понимаете, эти процессы открыты. И отвечая на ваш вопрос, подчеркиваю, отвечая именно на ваш вопрос, хочу сказать, что это вопрос именно Таджикистана. Если есть такое желание поделиться опытом, то любой политический процесс, любой процесс мирного урегулирования открыт для обмена идеями. Спасибо вам большое за оценку усилий Российской Федерации по установлению мира на территории Таджикистана. Это действительно были трагические события в истории вашей страны. И действительно, так сказать, потребовалось много усилий для того, чтобы Таджикистан действительно пришел к миру, пусть так, пусть через кровь, через трагедию, но пришел к миру и получил возможность, и люди в Таджикистане получили возможность жить, развиваться и действительно дорожить тем миром, который сейчас там есть. Поэтому, что касается опыта, то, конечно, опыт любого предотвращения конфликта или урегулирования конфликта, он всегда является залогом того, что у соответствующей страны есть возможность, есть потенциал для участия в решении какого-то иного международного конфликта или иного конфликта. Так что это опыт позитивный. Если вопросов больше нет, я, вы знаете, хотела бы завершить, хотя вопрос этот прозвучал ранее, но я хотела бы действительно сказать несколько слов относительно проблематики, которую сейчас затронул наш коллега. Как вы видели вчера, в ходе интервью Сергея Малаврова, ведущая телеканала CNN Кристина Аманпур, предъявила фотографию сирийского мальчика Амрана Дакнейша. Вы видели, наверное, она достала эту фотографию, показала. Его достали 17 августа из разрушенного дома в Алеппо. И российский министр, а ранее наше министерство обороны уже комментировали эту историю, эту трагедию. Я не буду повторяться, можно прочитать об этом. Я хотела бы коснуться данной истории с другого ракурса. Мы, в принципе, об этом начали уже говорить сегодня. Речь идет об избирательном использовании средствами массовой информации от детей, их образа, в данном случае, не просто образ, конкретный ребенок, в качестве пропагандистского инструмента. Источником сюжета и вообще источником всей вот этой вот пропагандистской машины стал так называемый сирийский медиа-активист. Именно так он сам себя называет Махмуд Руслан. И фотографии, и видео разошлись по всем мировым средствам массовой информации. Я напомню, что произошло это 17 августа. А 5 августа, по данным, в частности, о котором мы почерпнули из средств массовой информации, активист сделал селфи с другими активистами, но уже не медийными, а вооруженными, из умеренной группировки Нур-Эд-Дин Ас-Зенки. Мог ли он не знать о судьбе другого мальчика, 11- или 12-летнего палестинца с капельницей на руке, которые вот эти вот умеренные за пару недель до этого забрали из госпиталя, и которому перед камерой отрезали голову? Нет, он не мог не знать. Ведь 20 июля репортаж об этом показал даже тот самый телеканал СНН. И даже Госдепу пришлось пригрозить этой группировке изменением отношения. Я хочу напомнить, что речь идет о том, что ребенку отрезали голову. Но группировка все объяснила, соответствующие слова нашлись. Оказывается, это все была техническая ошибка. И СНН, и Госдепартамент удовлетворились, и палестинский мальчик в широкий прокат, у меня других слов нет, не попал и не стал лицом бесчеловечной сущности вот этой самой умеренной оппозиции. К сожалению, мы не увидим лиц 16-летней Айи, 6-летнего Абдалы, 12-летнего Мохаммеда и других детей, которые погибли два дня назад в Дараа от обстрела так называемых умеренных. И 7-летний глухонемой мальчик из западного Алеппо, который в результате обстрела умеренных остался без ноги, тоже не станет символом телеканала СНН. И я очень сильно сомневаюсь, что журналист Аман Пур кому-нибудь когда-нибудь вручит фотографии этих детей. Я говорю это не для того, чтобы, как уже сказала, обменяться фотографиями. Понимаете, нужно один раз понять, что у детей у них нет политического окраса, и бирки у них нет, кому они принадлежали и кому они сочувствовали. У этих детей есть отцы, есть матери. У них была жизнь, но ее не стало. Простите меня за этот шаг, но я не могу поступить иначе. Вчера журналист Аман Пур дала фотографию российскому дипломату. Сегодня российские дипломаты раздадут журналистам фотографии того, что творится в Сирии. Я вас прошу это сделать прямо сейчас, чтобы вы понимали, посмотрели на эти фотографии, и, может быть, передали на снимках в соцсети, может быть, выложите, может быть, отправите по e-mail. Это фотографии, которые были сделаны не сегодня. Они были сделаны, это очень важный момент, они были сделаны не в ответ на то, что вчера показал Аман Пур. Эти фотографии мы имели давно, эти фотографии у нас были давно. К этим фотографиям мы пытались привлечь внимание журналистов и общественности на протяжении нескольких лет. Они сделаны совершенно и в разных географических точках и так далее, и так далее. Они были на выставках, они были в экспозиции и так далее. Но они никого почему-то не привлекали. Возможно, возможно, сегодня. Да, пожалуйста, не стесняйтесь. Я на этом вас оставлю. Посмотрите, пожалуйста, эти фотографии. Спасибо. 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 Спасибо.